Приветствую вас! Отвечая на первый вопрос, который вы задаете, я бы хотел сказать так, что расставаться вам с молодым человеком нужно было после того, как вы почувствовали себя совсем некомфортно. То есть, как только у вас появились подозрения в том, что он вам изменяет, и он не предпринимал попыток, значит, вас убедить в обратном, вот после этого уже нужно было расставаться, потому что было потеряно доверие, а если потеряно доверие, то отношения восстановить уже очень тяжело, потому что и в любом случае вам нужно было побыть какое-то время разделом. Вы же ждали, пока всплывут реальные доказательства его измен, ну, это вас, естественно, обидело, оскорбило, унизило и так далее. Это первый вопрос. Что касается второго вопроса, то здесь вы описываете довольно-таки большую историю с самолетом, с переписками, с тем, что вы с другим парнем поехали в отпуск, и не очень понятна хронология. То есть, что было перед, что было после. Если вы расстались, то как молодой человек ваш потом примчался к вам в аэропорт и просил у вас прощения, сказал, что сына мешает, мешала гордость. Если вы знали о его очевидных изменах, которые были у вас в первом вопросе, то почему тогда вас охватила ревность, когда вы узнали о его девушке, вы узнали, что, как бы, у него кто-то был, вы узнали, что он вам изменял реально. И, кроме того, он сказал, что, он сказал, что с ней больше никаких дел иметь не хочет, то есть, общение с ней прекратил, и это, как бы, его красит. А вы, приняв это, вот еще в аэропорту, приняв это, и помирившись с ним, потом начали узнавать у него, кто это девушка, зачем, почему, вот это вот была ваша ошибка, если простили, приняли, значит, в прошлое возвращаться не в сторону. И в итоге у вас произошел очередной скандал в течение еще двух лет, как я понял. И, как мы написали, в итоге мы расстались из-за его уже очевидных измен. Но, тогда непонятно, если во втором вопросе вы говорите, что вы расстались через два года сплошных скандалов, крестковременных примирений, то как же в первом вопросе, значит, вы говорите, что так же подозревали парня в изменении и так далее. То есть, как бы, хронологию восстановить довольно сложно. Но, тем не менее, значит, ваша ревность. А во втором вопросе, вот, вы не задаете вопрос, то есть второй аджавт есть, вопрос, подкового нет. Значит, вы возвращались в прошлое к его подруге, потому что, во-первых, вы не уверены в себе, вы тревожны, и именно поэтому, потому что вы тревожны и вы не уверены в себе, вас это задело. Вы, когда испытываете ревность, вы в этот момент думаете о себе. Вы не думаете в этот момент о мужчине, о парне. И, по сути дела, вы даёте, значит, своему эгоизму, вы даёте своему, своей неуверенности в себе, таким образом, значит, ну, по сути дела проявляться. По сути дела проявляться. И вот, как раз, по этой причине, по причине того, что вы не уверены в себе, именно как женщина, подобное с вами происходит. И здесь нужно, во-первых, работать над уверенностью в себе, над самооценкой, над проработкой вашей модели женского поведения, так, чтобы вы привлекали мужчин и своего мужчину настолько, чтобы у него и в мыслях не было вам изменять. И дело в том, что вы говорите о изменах. Но почему? Почему у мужчины появилось само желание вам изменять? Откуда оно взялось? Это желание вам изменять? Хотя оно же просто так не появилось бы само по себе, значит, надо были причины у него, у вашего мужчины. Значит, что-то он не получал для себя. Что-то, в чем-то у него была неудовлетворенность. Вот именно по этим моментам, именно по данным аспектам, именно из-за этого и начались измены. А это в том числе и ваша ответственность на самом деле. Вот так. И поскольку вы не захотели ничего менять в себе, не захотели работать над вашими отношениями тогда, предпочли причины измен не выяснять, а предпочли просто устраивать скандалы и так далее. Ну вот как раз по этой причине и произошла такая вот ситуация, о которой вы рассказываете в своем сообщении. Теперь, что касается снов, и что касается того, что вам определенные моменты, как вы говорите, значит, привиделись. здесь ситуация следующая. На мой взгляд, у вас очень сильно развита тревожность. и тревожность ваша, она вам мешает. То есть, вы подознательно и интуитивно чувствуете, что ситуация вокруг вас, обстоятельства вокруг вас меняются, в лучшую или в худшую сторону это не столь важно, меняются. Но делать при этом вы ничего для того, чтобы ситуацию, чтобы изменить свое поведение, чтобы адаптироваться к изменениям в ваших обстоятельств жизненных, вы не делаете. Вы ничего не делаете для того, чтобы изменить свое поведение. и из-за этого тревожность усиливается. Отсюда ваши сны, отсюда ваше видение того, то, что вы видели своего бывшего и тем, как выехали в аэропорт. Или то, что вы не спали, вам не спалось и так далее. Интуитивно вы чувствуете, что что-то не так, но не желаетесь в себе, не желаетесь это признать и не желая это признать, вы в итоге получаете ну куда более худший результат, скажем так. И вот именно по этой причине, именно по этой причине, у вас все вот это вот и происходит. Все то, о чем вы рассказали нам, рассказывали нам, все то, о чем вы поведали нам. И чтобы ситуацию опустить, как вы говорите, вам нужно на самом деле просто научиться прислушиваться к себе более, так сказать, полно и вовремя адекватно своевременно менять свое поведение. если чувствуете, что с молодым человеком, например, у вас что-то не так, чувствовать, что доверия между вами нет и так далее, значит, то в таком случае нужно сразу расставаться. Вот есть привязанность, и привязанность это тоже большая проблема, потому что привязанность это зависимость. Зависимость это не свобода, но зависимость вместе с тем это и потребности. То есть у вас есть потребности в нем, молодом человеке, но потребности эти ваши. То есть вы нужна эти чем-то для себя через него, через молодого человека, и из-за этого вы как бы становитесь от него зависимым. Это делает вас не самостоятельной в отношениях. ну а если это делает вас не самостоятельной в отношениях, то тогда естественно ситуация такова, что вы испытываете определенные проблемы как раз таки. И вот отсюда и из-за этого у вас и возникают такие вот трудности. Трудности именно в понимании того, что происходит вокруг вас. и трудности в том, чтобы адекватно, грамотно реагировать на ситуацию, которая с вами происходит. Вот и все. никакой мистики в этом нет, ничего мистического. Психология это довольно-таки хорошо изучено, вам осталось только поработать над собой, пройти пару консультаций у психолога, разобрать причины своей привязанности, причины своей тревожности, проработать модель женского поведения, может быть несколько лучше оформить критерии отбора мужчин, чтобы с вами были те мужчины, которые вам нравятся, которые вам нравились бы и которые вас нравили бы во всем, и все, и тогда у вас все будет в порядке. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.